Здравствуйте, с вами Андрей Иванов, это программа Актуальное интервью и сегодня мы опять поговорим на медицинскую тему с нашими гостями. У нас в студии заместитель главного врача Ангарской городской больницы по хирургической помощи Сергей Александрович Козлов. Здравствуйте. И заведующая отделением диализа Ангарской городской больницы Кристина Леонидовна Кузнецова. Забыл сказать, врач-нефролог. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в студии. Я знаю, вы только-только прямо с приема к нам сюда и обратно на прием, так? Все абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, что такое диализ? Диализ – это один из видов заместительной почечной терапии. Проблемы с почками. В общем, вы этим занимаетесь. То есть врач-нефролог – это врач, который лечит пациентов с заболеванием почек. Я прошу не путать с врачом-неврологом. В и Ф. Игра букв. А как много может измениться? Один лечит голову, другой лечит почки. Но все равно это один организм. Один организм. Как, начиная говорить с улыбкой, хотя не должен того делать, как много у нас сейчас пациентов страдает почечная болезнь? Хроническая болезнь почек и вообще по всемирной статистике заболевание почек с каждым годом растет и является одним из основных неинфекционных заболеваний наряду с такими, как сердечно-сосудистая патология, онкология, проблемы дыхательной системы, которые приводят к большому количеству инвалидности и, в частности, даже летальных исходов. Сергей Александрович, а с чем связан рост? Почему происходит? В целом, рост всех хронических заболеваний, не только заболеваний почек, связан с тем, что урбанизация населения. То есть мы живем в городе, мы питаемся по-другому, мы живем по-другому, мы подвержены факторам техногенным, различным факторам, которые растворены в воде и так далее. Все это повреждающее действует на различные органы. И в том числе почки – это же огромный фильтр, через который фильтруется огромное количество крови. И, соответственно, если есть нагрузка на организм, почки это все берут на себя, ну так же, как и печень. И, соответственно, чем больше этих повреждающих факторов, тем больше воздействия на почки. И, соответственно, мы имеем рост заболеваний конкретно по профилю нефрология. Совсем забыл в начале нашего разговора поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим вас Новым годом. И, к слову, об этом как раз сказать. Скоро праздники. Люди наши привыкли ни в чем себе не отказывать, совершенно не ограничивать. Как со стороны врача-нефролога к этому относитесь? Что нужно делать? Ну, конечно, соблюдение диеты – это очень важно. Тем более для наших почек. Поэтому все-таки в преддверии всех вот этих праздников нужно поменьше есть мясных продуктов, побольше в рацион включать зелени, естественно, не злоупотреблять алкоголем. Вот. И вводить в рацион большое количество обычной чистой воды. Вот. Что самое главное для почек, хотел спросить? Да. Какой продукт? Это вода? Это вода, да. И ограничение соли. Поменьше соли и побольше воды. Вот он, самый простой и самый главный рецепт. Кристина, давно ли работаете в Ангарской городской больнице? Вообще, врачом-нефрологом. Работаю я уже на протяжении 7 лет. В данной больнице работаю с августа этого года. Сергей Александрович, к тем словам мы как-то с вами общались на тему, что сейчас в Ангарскую городскую больницу идет молодежь. Как много? Да. Ну, после не так давно мы разговаривали, что произошло объединение. То есть мы уже отпраздновали год больше. То есть в сентябре был год, как мы объединились. И теперь это объединенная Ангарская городская больница. Происходит много нового. Происходит переоснащение. Происходят ремонты. Глобальные ремонты. То есть в настоящий момент мы оперируем 3 операционных, 2 отделения будущей реанимации, нейро-реанимации, мы про это тоже говорили. Строится переход. То есть уже сейчас его можно увидеть живьем. Между перинатальным центром и БСМП. Произошло переоснащение как раз в диализном центре. Мы получили несколько аппаратов искусственной почки новых, заменили. Предвосхитили мой вопрос, как с оборудованием сейчас. Да, в связи с этим как раз привлекаем молодых специалистов. Мы счастливы, что молодые специалисты к нам идут. Ну опытные молодые специалисты, это 7 лет за плечами, это уже опыт. Да, то есть можем отметить, что не просто так, наверное, мы приглашаем специалистов, и они к нам согласны идти. Значит, это чем-то подкреплено. Вы создаете условия, видимо, да? То есть определенные условия. Вот этот вопрос, как раз, Кристина и Леонидова. Создаются условия для работы врача? Да. А пациенты это ощущают на себе? И естественно, ощущают пациента. Да, врачи улыбаются, персонал улыбается. Поэтому у всех в коллективе очень дружественный настрой. Поэтому мы помогаем как друг другу, так и нашим пациентам, чтобы им было комфортно в наших условиях. Потому что заболевание действительно очень тяжелое, и с этой мыслью очень трудно психологически свыкнуться, что ты должен три раза в неделю посещать заведение для получения данной процедуры. А как много таких людей у нас в Ангарске? Ну, к вам приходят. На данный момент в наших условиях это 15 хронических пациентов. То есть, но мы планируем еще расширяться. А вообще по городу порядка около 200 таких пациентов. Вы сказали, что у вас появилась оборудование для искусственной почки. Нет, оно не появилось. То есть, оно и было. А, это было, да? То есть, мы меняем, то есть, аппараты заменяем. Обновляется. Обновляется. То есть, так скажем, обновляем парк аппаратуры. Вот. В планах развития, то есть, в планах развития инерционной медицины, то есть, открытие острого диализа, то есть, различные методики, освоение этих методик. Для того, чтобы расширить перечень оказываемых услуг для пациентов, да? Чтобы иметь возможность поднять на более высокий уровень качество помощи. Потому что отравления, они были, они будут. Отравления, подождите секундочку, мы об этом не говорили. То есть, к вам попадают еще и в случае отравления. Да. Ну, естественно. Потому что больница оказывает помощь всему населению. Поэтому различные варианты отравлений. Происходит повреждение органа, то есть, почки. И некоторым людям требуется наша помощь. Отравление это, опять-таки, к новогоднему столу. Ну, если не рассчитали с алкоголем. Да, если не рассчитали с алкоголем. Тоже классно. Если не рассчитали еще с чем-то, да. А если алкоголь и погрешности в диете были значимы. А мы же сейчас говорим о затяжных праздниках. То есть, это такое у нас раз в год, 10 дней. И сейчас, допустим, есть тенденция, все равно часть населения работает в новогодние праздники. Но есть же те, кто и не работает, а есть, кто любит и продлить свои праздники. И вот как раз, может быть, это будет посылом для населения. Не только города Ангарска, для всего населения. Что нужно быть очень умеренным. И в еде, и в употреблении напитков. Тут речь не идет о том, что категорически нельзя употреблять. Но важно не злоупотреблять. Но пока не заболит, об этом никто и не думает на самом деле. На самом деле, просто почка – это такой орган, который практически не болит. Поэтому человек может длительный период даже и не подозревать, что у него имеется какое-то заболевание. И оно уже на достаточно тяжелой стадии. А как это выяснить? А вот. А, как раз диспансеризация, наверное, у нас существует. Это регулярные медицинские осмотры и диспансеризация. То есть минимум анализов, которые покажет врачу, есть ли дисфункция органа. И если такова имеется, то врач уже направит узкому специалисту, который сделает все возможное, чтобы замедлить прогрессирование этого заболевания. Всегда хотел спросить у наших врачей, диспансеризация раз в год. Этого хватает времени, чтобы какие-то заболевания не успели развиться от диспансеризации до следующей диспансеризации? Или нет все-таки? Чаще, может быть, надо проводить. Наверное, для заболевания почек как раз этот вопрос. То есть абсолютно здоровый человек на старте и через год совершенно больной, которому требуется оказание помощи на искусственной почке, наверное, нет. Для того и существует диспансеризация, чтобы заподозрить на начальных стадиях. И чтобы предотвратить как раз вот эти процессы, которые стали уже необратимыми. А вообще заболевания, которые лечат в вашем отделении, они излечимы? Или нет? То есть если у человека уже диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности, то в его перспективах это вот проведение либо гемодиализа, либо перитониального диализа, либо трансплантация почки. То есть это заболевания, они не излечиваются. Да, нужно быть внимательным все-таки за столом в новогоднюю ночь. А как врачи Новый год будут встречать? Дома, в семейном кругу. Это те, кто не дежурит, да? Те, кто не дежурит, но все равно с учетом того, что весь персонал задействован в рабочем процессе, поэтому каждый из нас поучаствует и в работе в новогодние праздники, но и тем не менее успеет отдохнуть. То есть тут каждый выстроил для себя график. Кто-то вообще уйдет в отпуск, допустим, да? Кто-то все дни будет работать. Ну, то есть медицинские работники такие же люди, как и все остальные. Поэтому, как правило, это, конечно, в семейном кругу. Хотелось бы два слова сказать для всех и жителей города Ангарска, и для своих коллег, коллег Ангарской городской больницы, коллег всех медицинских учреждений. Всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, пожелать всем удачи в наступающем Новом году, пожелать плодотворного взаимодействия, пожелать всех тех благ, которые желают не только медики друг другу, но и все люди. Пожелать благодарных пациентов, пожелать поменьше тяжелых пациентов и почувствовать в будущем году от своей работы те позитивные результаты, почувствовать то тепло и доброту от пациентов, ради которых мы работаем, и все это тепло принести в свой дом, чтобы передать своим родным, близким. Прекрасные слова. Может быть, вы тоже коллегом. Присоединяюсь к поздравлениям Сергея Александровича. Хочу пожелать неисчерпаемых сил, уверенности в завтрашнем дне, и все-таки берегите здоровье свое, своих близких, потому что здоровье – это самое ценное, что есть у каждого из нас в жизни. Вы сказали, как настоящий врач. Спасибо большое. У нас в студии были настоящие врачи. Это заместитель главного врача Ангарской городской больницы по хирургической помощи Сергей Александрович Козлов и заведующий отделением диализа Ангарской городской больницы Кристина Леонидовна Кузнецова, врач-нефролог. Спасибо, что пришли. С наступающим. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»